Министры иностранных дел Кыргызстана и Пакистана провели встречу в Астане. По данным Асламабада, они обсуждали погрому в Бишкеке. В Бишкеке час дня. Меня зовут Камила Валейева. Здравствуйте. Министры иностранных дел Кыргызстана и Пакистана встретились в Астане. Однако детали встречи стороны преподнесли по-разному. По данным Министерства иностранных дел Пакистана, на встречу основное внимание уделялось недавним событиям в Бишкеке и благополучию пакистанцев в Кыргызстане. Глава ведомства Мухаммад Исхагдар попросил своего коллегу Джейнбека Кулубаева привлечь к ответственности виновных в нападениях на пакистанских студентов. В МИДе Пакистана подчеркнули, что кыргызстанский министр заверил Исхагдара в том, что студентам обеспечат безопасность и помогут желающим вернуться на родину. В сообщении МИДа Кыргызстана же ничего не сказано о том, что министры обсуждали недавние беспорядки в Бишкеке. В ведомстве сообщили, что в ходе беседы Джейнбек Кулубаев поздравил Мухаммада Исхагдара с назначением на пост главы внешнеполитического ведомства и что стороны обсудили вопросы развития сотрудничества между странами в ряде сфер. В МИДе Кыргызстана подчеркнули, что стороны уделили особое внимание вопросам экономической дипломатии и культурно-гуманитарных связей между двумя странами. Стороны решили в ближайшее время провести консультации между ведомствами по политическим вопросам, а также в консульско-правовой сфере, подытожили в Кыргызстанском министерстве. Тем временем граждане Пакистана продолжают покидать Кыргызстан. Только на сегодня из бешкекского аэропорта Маназ запланировано 8 рейсов в Исламабад, Лахор и Пешавар. Часть из них уже вылетела из страны. Кактус Медиа пишет, что этой ночью в аэропорту находились сотни граждан Пакистана. С каждым часом прибывало все больше иностранцев. В основном это были студенты, но среди вылетающих, по данным журналистов, были семьи с маленькими детьми. В Бешкеке задержали троих подозреваемых в нападении на иностранных студентов, об этом сообщили в МВД Кыргызстана. По данным милиции, задержанные участвовали в нападении на хостел 13 мая. Мужчина вменяет статью «Разбой». Подозреваемых водворили в изолятор временного содержания. Двоему из них 19 лет, одному 18. Группа неизвестных парней, преследуя иностранных студентов, зашли за ними в хостел по улице Аганбаева, где, применив силу в отношении проживающих там иностранных граждан, открыто завладели денежными средствами и вещами. После, получив физический отпор от проживающих, скрылись с места происшествия. Между тем, задержанных ранее граждан Египта, которые участвовали в драке с местными жителями, отпустили под домашний арест. В Свердловске районный суд столицы признал их задержание законным и обоснованным. Им инкриминируют статью о хулиганстве. А в Минздраве тем временем рассказали, что после беспорядков в Бишкеке стационарное лечение получают 11 пострадавших. По данным ведомства, все после событий в Кыргызстанской столице за помощью к медикам обратился 41 человек. Нападение на общежитие иностранных студентов произошло в ночь с пятницы на субботу. До этого в социальных сетях опубликовали видеодраки между несколькими мужчинами. Авторы публикации утверждали, что иностранцы избили граждан Кыргызстана. После этого в восточной части Бишкека собрались люди. По данным милиции, около тысячи человек. В итоге они ворвались в общежитие Международного университета Кыргызстана, где проживали студенты, преимущественно из Пакистана и Индии. Толпа начала избивать иностранцев, повредила имущество и занималась мародерством. В район, где все это происходило, привлекли спецполк. Столичная милиция перешла на усиленный режим работы. После переговоров к пяти утра участники беспорядков разошлись. Между тем, власти Бишкека намерены бороться с нелегальной эмиграцией. Об этом сообщили в мэрии города. В муниципалитете прошло заседание координационного совета с участием сотрудников прокуратуры, правоохранительных органов и городских служб. В мэрии поручили главам четырех районов столицы усилить работы по выявлению нелегалов, а Минобразование и Бишкекскому городскому управлению образования столичной власти поручили искать отчисленных из университетов иностранцев, которые находятся на территории страны, незаконно. В ГОВД приняли решение усилить меры по поддержанию общественного порядка и безопасности в местах массового скопления людей, особенно в учебных заведениях и местах проживания иностранных студентов. А теперь я хочу обратиться к тем, кто сейчас смотрит нас в Ютьюбе или Фейсбуке. Если вы не находитесь в России, Беларуси или на оккупированных территориях Украины, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал «Настоящее время Азия». Так это видео видят гораздо больше людей. Именно так работают алгоритмы Ютьюба. Смотреть наши новости в прямом эфире можно и в Фейсбуке, на странице «Настоящее время Азия». А еще у нас есть канал в Телеграме. Подписывайтесь. Российские власти продолжают проводить облавы на мигрантов, в том числе и на оккупированных территориях Украины. Так, в управлении ФСБ по так называемой Донецкой Народной Республике сообщили, что нашли 18 нелегалов. Сотрудники спецслужб вместе с полицией и бойцами Росгвардии провели рейд в Мариуполе. На кадрах видно, как силовики с оружием приехали на стройку, где работают мигранты. Выстроили их в шеренгу и посадили в бронетранспортер. В ФСБ отметили, что привлекли к административной ответственности всех 18 мигрантов, а троих из них и вовсе депортировали. Тем временем документы для легализации на территории так называемой ДНР подали более трех тысяч мигрантов. Об этом сообщил глава оккупированного региона Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24». Он подчеркнул, что иностранцы начали массово легализовываться в ДНР после того, как власти усилили рейды. Между тем, в Тюмени правоохранители выявили 15 фактов нарушения миграционного законодательства. Об этом сообщает МВД Медиа. Против всех них полицейские составили административные протоколы на девятерых мигрантов за отсутствие документов, подтверждающих право на пребывание в России, и на шестерых за нарушение правил въезда в страну. Последним назначили штраф, а тех, кто находился на территории России без документов, могут выдворить из страны. Их дела силовики направили в суд. Подозреваемых в нападении на Кроку-Сити-Холл таджикистанцев продолжают держать в одиночных камерах СИЗО Лефортова. Об этом сообщает телеграм-канал МЭШ со ссылкой на собственные источники. По их данным, предположительно, силовики боятся, что над фигурантами дела могут устроить само суд другие заключенные. Изначально Шамсидинов Редуни, Далерджона Мирзоева, Мухаммед Сабира Файзова, Раджа Любзаду Саида Крами, обвиняемых в нападении на Кроку-Сити-Холл, поместили в одиночные камеры из-за карантина. Позже планировалось переселить их в камеры на двоих и четверых человек, но этого не произошло, отмечает МЭШ. Согласно одной из версий, их не расселили, так как другие заключенные Лефортова могут устроить самосуд. Ранее суд продлил срок ареста 12 фигурантам дела о теракте в Крокусе до 22 августа. Далерджон Мирзоев, Саида Крамра, Раджа Любзада, Мухаммед Сабир Файзов и Фаридуни Шамсидин не стали обжаловать эти решения. Остальные участники дела подали ходатайство. В Таджикистане милиция задержала более 50 человек по обвинениям в колдовстве и гадании. Об этом сообщает издание Азиаплюс со ссылкой на МВД страны. Известно, что облава произошла в Гафуровском районе Сакдийской области. По данным милиции, задержанные предоставляли свои услуги жителям района и соседних регионов, цитирую, используя различные хитрости и приемы для зарабатывания денег. В отношении задержанных составили протоколы о нарушении статьи о запрете колдовства и гадания. А против одной предозреваемой, Гульзархон Бекмирзоевой, возбудили уголовное дело о мошенничестве. В МВД подчеркнули, что до этого уже дважды привлекали ее к ответственности по этому делу. Однако на этот раз гадалку арестовали за то, что она попросила 700 долларов у одной семейной пары за, цитирую, смягчение обостренных отношений. Почему вы попросили гражданина принести подкову лошади, несколько видов веревки, айран и свинец? Ну я же вам объясняю, у меня свекровь этим занималась. Но это же убеждение, каждый по-своему лечится. Я со своей стороны считала, что может он уверует в это, и у него все наладится. Вы сами верите в то, что вы делаете? Нет. Тогда почему вы от него просили принести эти предметы и деньги? Потому что у меня много долгов, хотела подзаработать и решить свои семейные проблемы. Статью о запрете колдовства и гадания в уголовный кодекс Таджикистана добавили на прошлой неделе. Ранее такая же норма была прописана только в административном кодексе страны. Согласно новому решению властей, уголовное наказание за магические действия будут применять, если человек занялся колдовскими действиями в течение года после нарушения административного кодекса по этой же статье. Его, к слову, ужесточили, повысили штрафы и ввели административный арест. Это были главные новости к этому часу. Больше новостей о Центральной Азии в нашей вечерней программе Шавкатом Тургаевым. Смотрите наши выпуски в социальных сетях, ставьте лайки, так их увидит гораздо больше людей. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин